Дорогие друзья, любители российского футбола, Мелбет, первая лига не дает нам скучать и в понедельник, и в программе дня в завершении 15-го тура сезона 24-25-го годов. Два матча с участием лидеров нынешнего сезона. Сперва московская торпеда сыграет на слегка подмороженном газоне стадиона Геолог в Тюмени. Очень сложный, вплоть до завершения осеннего отрезка чемпионата, до завершения которого остается чуть больше месяца. Итак, игра стартовала. Вот за этот отрезок увесистый. Ух, и вот это неплохо, пока мы не видели подобного в арсенале тюменских атак, но сейчас из-за пределов штрафной пробил капитан Александр Каратаев. С радостью это делаю, потому что в среду героем программы «Третий тайм» станет как раз Иракли Манелов. А пока торпедовская атака, и какой предательский рикошет в помощь торпедовцам. И это гол, это гол мимо беспомощного Евгения Гошева, который ринулся в левый от себя угол, а рикошет отправляет мяч в противоположный. Это Максим Максимов, большой бомбардир уровня первой лиги. Максим Максимов, который в торпеды вернулся. И Максимов, который отличается в третий раз в нынешнем сезоне. Последняя минута тайма. Богдан Головко, главный арбитр, если что-то и добавит, то чистым. Номинально какой гол? Это Иракли Манелов из-за пределов штрафной. Но каким ударом? Феноменальный гол прямо в раздевалку на стадионе «Геолог». Никаких вопросов, наверное, не может быть к Евгению Гошеву. Но разве что, если бы он потащил этот мяч, это был бы суперсейв. Ну а так, только любоваться остается на этим взятии в ворот. Такая стандартная передача, ни о каких попознавениях даже Тюмени на изменение результата в свою пользу речи не идет. Но для этого и сделана эта тройная замена. И вот так начинает Оливье Кенфак. Сразу смещается в центр и бьет. Бьет довольно неплохо. Но по-прежнему без единого попадания в створ. Виталия Ботнаря. Хотя, повторюсь, по-прежнему нет ни одного удара в створ. А здесь перекладина спасает Ботнаря. В какой же сложной ситуации находясь пробил головой Данил Карпов. Это он был, по-моему, центральный нападающий. По-прежнему справа на фланге мяч у Тюмени. Едва появившийся на замену футболист. Очень здорово сейчас оценил ситуацию. Отдает на Нитфулина. Вот тот замах. Два соперника падают. Каледин. Классная подача. 3-0. Юрий Каледин. Великолепный мягкий наброс на дальнюю штангу. И Аршак Корян. Неумолим. Торпеда. Просто разрывает в итоге соперника. В прошлом туре несчастный саратовский сокол превратился в какую-то ощипанную несчастную птицу. 0-5 получил в подмосковных Химках от Арпеда. Сегодня Тюмень. Дальний удар. Мяч отскакивает от Ботнаря. Вот он, шанс. Наверное, на что-то еще надеется. Кленкин как неудачно играет. И это выход один на один по сути. И шанс для четвертого гола. Мяч в грудь попадает Шавлохову. И неудачное добивание от Равили Нитфулина. Александр Чупаев супер шанс. Не использует шанс, который подарил ему опытный Кленкин. Передача в штрафную. И нужно завершать. Карпов бьет Ботнарь. Какую реакцию демонстрирует вратарь. И не важно, что теперь уже звучит свисток. Но никак это Тюмень не приближает даже к одному ответному мячу. Удар неточный. После подачи с правого фланга от замыкавшего дальнюю штангу Максима Хромцова. Да, финальный свисток фиксирует крупную победу в гостях московского торпеда. Торпедовцы возвращаются на вершину таблицы Мелбет первой лиги. С чем мы поклонников черно-белых и поздравляем. Еще раз напомню, автор забитых печей Максим Максимов и Ракли Манело в первом тайме. Аршак Карян во втором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова